Строительство дренажной системы на 2-м Павлодаре, а также центральной котельной в Новочерноярке, капитальный ремонт специального сада номер 13 Алтанаев в городе Кибастуз. Как выполняются поручения первого заместителя председателя партии Нуротан Баушана Байбека, данные в ходе его рабочей поездки в Павлодарскую область. В областном филиале партии прошло заседание собрания депутатской фракции партии Нуротан и комиссии партийного контроля. В ходе визита Баушана Байбек в Павлодарский регион жители 16 многоквартирных жилых домов села Новочерноярка пожаловались на отсутствие центрального отопления. Проблема неоднократно поднималась сельчанами, в том числе через общественные приёмные партии. И уже в апреле здесь начали строительство центральной котельной. Ход работ на контроле у депутатов фракции и комиссии партийного контроля. Подрядчик, в принципе, неплохой. Они уже большую часть работ выполнили. И даже хотят в этом году, просят, чтобы вторая очередь этого проекта, то есть то, что запланировано было на 2021 год, это подведение к частному сектору, несколько улиц. Вот эти вопросы как раз решают. То есть он на стадии разрешения, будет ли возможность перенести ту сумму, которая была заложена на 2021 год, чтобы её в этом году уже завершить. Ещё один вопрос обсудили на заседании. Это капитальный ремонт в коррекционном саду номер 13 в Экибастузе. На сегодняшний день 20% работ уже выполнено. По дорожной карте занятости на ремонт сада выделили 138 миллионов ценге. Планируется, что полностью сад запустят к середине сентября. Один из проблемных вопросов второго Павлодара – это подтопление домов грунтовыми водами. Чтобы решить проблему, здесь строят дренажную систему. Где-то около 15 улиц второго Павлодара от этих домов будет за счёт дренажной системы строительства. Вода эта отведена. Далее это будут работы продолжаться. И сейчас вообще ведётся работа над тем, что проектно-смертная документация по поводу дренажной системы всего города Павлодара. Кроме этого, на заседании заместитель руководителя управления здравоохранения Саули Арыстанова рассказала о ситуации по COVID-19 и мерах по стабилизации коронавирусной инфекции в регионе. Вероника Вишневская, Досимбек Токай, Ертес Ақпарат.